Ну что ж, такой моя проповедь сегодня. Благословение давления. Можно так сказать? А? Благословение давления. The blessings of pressure. Какие благословения есть в давлении. Очень часто нам, наверное, не очень-то нравится, когда нас давят. Когда на нас давят. Ладно, когда на нас давят люди. Но когда на нас давят обстоятельства. И когда на нас давят властные структуры. И когда на нас давят власть, имеющие мира всего. И когда на нас давят партнеры. Когда на нас давят люди, с кем мы не можем справляться, когда на нас давят обстоятельства направо и налево, очень не хочется, правда? Очень не хочется. Особенно, когда на нас давят экономические реальности, реалии. Вот сейчас вы слышали, да, что в понедельник заблокировали все счета банковские. Кто в курсе? О, как мы в курсе, все в курсе. Заблокировали счета банковские, не разрешают выдачи депозита и не разрешают даже кредиты брать. То есть, очень тяжелая ситуация в стране. Не только экономические, но с экономикой и денежной давлении, отсюда потом идут другие и другие тоже давления. Но кто из вас знает, что в Библии нашем написано, что все содействует ко благу. Давайте мы здесь скажем, все содействует ко благу, любящим Его и призваны к Его извалению. То есть, все содействует. Скажите, и это содействует ко благу. И другие давления в моей жизни содействуют ко благу во имя Иисуса Христа. Все. Не половина содействует ко благу, а все. Не одна треть содействует ко благу, а все. Не 90% содействует ко благу, а все. Все содействует. Все содействует. Все эти ситуации, в которых мы сейчас находимся, может, если мы поверим, возьмем эту ситуацию и не сдадимся, но поднастроим в себе, к тому, чтобы это содействует ко благу, так оно и будет. Живо содействует ко благу. Итак, Иов, кто там в Библии считает? Кто-то же микрофон там держал? Иов, 42 глава. Иов, Иов, благословение давления. Есть благословение в давлении. Поэтому, если кто сейчас проходит и переживает какие-то давления, есть ли вообще люди здесь сегодня, которые проходят через какие-то давления? Такое впечатление, что вы и не выходили. Такое впечатление, что сусерков поставили под давление. Я думал, что одним этим указом, ну, как это, Насбанка, так хватит, чтобы все легли под давление. Поэтому, значит, это правильная проповедь сегодня. Кстати, 5 стих и 10 стих. Не 5 по 10, а 5 и 10 стих. Читаем. 42 глава. There was my timbre, Veshi. Я слышал о тебе, слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Окей. Кто знает историю Иова? Мы все знаем историю Иова. Вы посмотрите, у него такое свидетельство в 5 стихе, после всего, чего он прошел. Кто из вас считает, что он больше чего-то потерял? Кто-то сейчас потерял на недвижимости, кто-то потерял по банкам, кто-то потерял деньги, кто-то потерял имущество, кто-то потерял семью, кто-то потерял что-то ценное для него. Кто себя сможет сравнить с Иовом, с потерей Иовом? Вы можете себе... Ваши потеря сравниться с потерей Иовом? Может быть и не сравниться, но по крайней мере то, что... Около того, да? Около того. Для моей семьи и для меня лично это была большая потеря. Но после этого я получила в два раза больше. Видите, что Бог делает? А я говорю за тех, которые нынешнее время проходят потери и испытания. Кто из нас может говорить, что его потери и испытания сравнима с потерей и испытания Иова? Ну, я оказалась вкладчиком Леоны Банка. Да, и сейчас на сегодняшний день мне приходится продавать квартиру. У меня трое детей, но я уверена, что... Соцединиться к благу. Молодец. Позвольте, какой у меня дух. Я уверена, но просто Бог поднимет и дает еще один шанс. И я не буду опозорена Богом или постыжена. Наоборот, еще он меня возвысит. И первое, что мне пришло на голову, это почему-то именно местописание Иова. Дайте, я вам дам пятерку. Мне нравятся ваши отношения. Только мы должны два урока от этого вынести. Первый урок в том, что нельзя никогда делать такие вещи, не поставить у кого-то во церкви или пастора в известие, да? Потому что все это происходило под полно. Если бы я знал, я не знал ситуацию, я мог бы посоветоваться как-то. Это первое. Второе, это то, что мы должны верить, что все и это тоже содействует ко благу. И молодец, что вы так говорите. И я вам уверяю, что если у вас будет такое отношение и такой настрой в сердце, что Бог вас не оставит в яме, Он вас вытащит и не только на равнину поставит, Он вас вытащит и поставит на верку, на вершине горы во имя Иисуса Христа. Как вас зовут? Татьяна, молодец Татьяна. Вот. И эти проблемы Иова были громадные. Они были огромные. И Татьяна, между прочим, я не знаю, если вы были в понедельник или в воскресенье, в понедельник вы были, вы слышали проповедь, да? Вот. Действуйте по этому слову. И вы, когда получите слово от Бога, вы уже получили слово. Именно это от Иова, это, да? Вот. И это и есть подтверждение, что я как раз сегодня в понедельник слышали проповедь, получили слово по Иову, и теперь Бог дает мне проповедовать по Иову. Представьте себе, что творится. То есть, поэтому Бог все равно, you know, за Богом будет последнее слово. Короче, что случилось? Смотрите на все проблемы Иова, не смотря на все его проблемы. Он, когда он проходил эти проблемы, он тоже, как и мы. Говори разное. Если вы прочтете эту книгу Иова, вы увидите, у него были разные настроения. И все равно Бог его назвал праведником и святым. То есть, иногда святые и праведники, друзья, тоже могут иметь разное настроение. у них могут падать настроение, они могут падать в унение, они могут падать в огорчение, разочарование, у них может быть хорошо сегодня, плохо завтра, потому что оттуда написано, что Иов не рапшал, не раптал на Господа, да? Что он прошел это все достойно, он не раптал. Но если вы прочтете эту историю по-настоящему, то некоторые моменты там можно было назвать рапотом. Может быть, он так не проклинал Бога и не отрогся от Бога, но у него не всегда было весело. Кто это заметил? Не всегда было весело и у него была тяжелая ситуация. И Бог не скрыл от нас почему-то все его выражения и все его чувства и все, что он говорил. Бог не скрыл это от нас. Бог специально допустил, чтобы эти слова Иова были зафиксированы в Библии. Чтобы мы знали, что мы все люди и какие бы мы были великими, что могут быть такие моменты, когда падает Дух или когда опускается руку. И Бог очень этим нам сказать, что потому что я понимаю, что все равно люди, и я понимаю, что Иов тоже человек, я его не осудил за это. И заметьте, какая реакция Бога. Бог не осудил его за то, что иногда он не должным образом реагировал. Бог понимает, что есть предели человеческой терпимости. И Бог поэтому запустил не только то, что он так говорил, но Бог даже пошел дальше, Бог допустил, чтобы это все было написано в Библии, чтобы мы потом могли считать, не скрыл, чтобы мы видели слабости. Можно бы было просто остановиться на то, что он не роптал на Бога, он прошел это все, он не роптал на Бога, и мы сказали, что Боже мой, как это он не роптал, а я ропщу, как это он мог, он все это прошел, и он даже ничего не говорил, почему у меня так не получается, и Бог нам все пишет, что он прошел, все что он говорил, чтобы мы поняли, что когда у нас тоже вот так будет выходить, что не получается достоин всегда быть, чтобы мы знали, что это нормальная шаловешетская реакция, именно по этой же самой причине, когда вы считаете в Салом, то любят все главы в Салом, в Салтере, вы все главы любите, а я не все главы люблю, есть некоторые главы салтеры, вообще я пропускаю, перепрыгиваю, я начинаю считать, мне просто не считается, я говорю, нет, это уже не принимал, просто не хочу считать, есть такие люди, или только я такой недуховный, а кто понимает, почему я такой, я иногда перепрыгиваю через Салом, который, потому что иногда проклятие бывает, конечно, иногда он такой говорит, это Давид, я тоже пропускаю это, теперь мы свои тайны начинаем, открываем, видите, потому что пастор открылся, поэтому потому что пастор признался, поэтому теперь уже начинаем признаваться, на самом деле, иногда просто не хочется считать некоторые главы салтирии, а по одной простой причине, это одна причина, иногда он проклинает своих врагов, но у него не было нового завета, не было заповеда Иисуса, что любитель врагов и так далее, благословляйте, проклинающего, у него этого не было, он знал, и то, что он знал, потому что ему было открыто, так и реагировал, и он реагировал по-человеческому, по-чувствам его, потому что эти чувства есть у всех нас. И Бог, несмотря на то, что Бог знает, что уже есть новый завет, где этого нельзя делать, все равно Бог взял и поместил это все Библии, потому что он знает, что мы люди, иногда мы будем попадаться в такие человеческие людские моменты, когда нам самим будет стыдно от того, что мы говорим, или то, что выходит из нас. То есть и Бог таким образом показывает нам его героев, он же их называет героев, и даже святыми их называет, он показывает со всех сторон, чтобы мы могли знать, что нет, я нормальный, я нормальный тоже, если у них это было, и все равно от этого Бог от них не отказался, из-за этого Бог их не задушил, не сказал, что вы уже не какой, я вообще от вас откажусь, Бог понимает, особенно во время трудностей, это нужно благодарить, чтобы не проклинать кого-то вообще, кто рядом, особенно кто виноват, поэтому Бог это знает, и поэтому Бог допустил это все, чтобы мы, когда вы читаете Библию, в Солом, это Давид проклинает тут, и тут на следующей главе уже каятся опять, он уже благословляет, вы знаете, потому что вот, иногда у всех у нас бывает настроение, и такие вещи будут, когда настроение у нас будет вот переменчивее, и поэтому, но у Иова тоже были такие моменты, зачем я родился, я проклинаю день моего рождения, и так далее, потому что у него было плохо в этот момент, и представьте, после того, как он говорил все эти вещи, боксер говорил, что он праведный, боксер его хвалит, 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 потому что он не отрогся от Бога все равно, он этого не делал от ненависти к Богу, а он это делал от боли, которые он проходил, от тяжести, которые он проходил, и тут же он каялся, потому что не сердце его такое говорило, а его испытание, его немощное плод, поэтому, когда это уже прошло это все, он после все эти его роптания и так далее, он говорит, он пришел к выводу, что эти все испытания ему на пользу, откуда мы это знаем, считай, пятый стих, он приходит к выводу, что хорошо, что у него это было, потому что, вот, скажи, я слышал о тебе слухом уха, он теперь говорит, Господи, слава Богу, что я прошел эти все проблемы, потому что раньше, когда у меня было все, это я только о тебе знал, так, заочно, о тебе слышал только, слухом уха, то есть, ушами, я просто знание знал о тебе, информация, набор информации, а теперь после испытания что, теперь же мои глаза видят тебя, теперь же мои глаза видят тебя, многие из нас, мы еще находимся в том состоянии первичном, который находится или находился и Яков, и Иов, когда мы все с вами ходим в церковь, потому что все хорошо, хожу на служение, хожу в церковь, все хорошо, все хорошо, я вам скажу, ты еще не знаешь, кто ты и во что ты веришь вообще, пока не пройдет трудности определенные, именно, когда ты выживишь через трудность, когда ты пройдешь через трудность и еще будешь опрыгать и прославлять, тогда будем знать, человек действительно настоящий верующий, но если ты еще не прошел ничего, ты еще не прошел испытания, ты еще не прошел разочарование, ты еще не прошел эти все передряги, пока все, аллилуйя, аллилуйя, ура, а пока запрещу в церковь, еще не понятно, еще неизвестно, какую песню запоешь, когда прижмет, еще неизвестно, какую песню запоешь, я вот уже 14 лет, да, пастор этой церкви, и за эти 14 лет могу вам сказать одно, я много навиделся, насмотрелся, и особенно люди, которые пришли в церковь за эти все годы, и больше все прыгали, и больше все кричали, и больше все радовались, и больше все эмоциями наполнялись и так далее, я сказал, я себе всегда говорю, это точно уже никуда не отпадет, я всегда думал, вот это точно не отпадет, вот это, ну это уже такой уже покаянный, нельзя судить по внешнему, вот эти все, за которые я так говорил, никого из них уже нет, никого уже, никого из них уже, потому что пока хорошо, все прыгают, но когда прижмет, они уже запели какие песни хочешь, какую песню хочешь, уже запоют, как петухи, так что еще неизвестно, как некоторые из нас себя будут вести, когда давка придет, а что говоришь, сейчас вот, когда тяжело экономически в стране и в некоторой личной жизни, или семье, или финансово, именно сейчас мы с вами поймем, какие мы верим. вот именно сейчас ты себя будешь проверять, тем больше давки, тем тяжелее, ты будешь анализировать, кому не бежать, когда тяжелее всего, потому что когда тяжелее всего, куда ты бежишь, то есть свой Бог. посмотрите, те, которые пьют, когда тяжелее всего, что они делают? Ищут бутилки, это значит, что бутилка есть их выход, бутилка есть их покров, бутилка есть их дом убежища, но те, которые знают Бога по-настоящему, когда будет тяжелее всего, они бегут к Богу. Когда тяжелее всего, некоторые текают только пальцы, ищут виноватых, но люди, которые знают Бога, которые утверждены в Нем, они знают, что именно это есть мой шанс, это есть мой шанс испытать своего Бога, это есть мой шанс испытать Его, и это тот экзамен, который сдал Иов. И он держался на Бога, жена сказала ему, отреки от этого Бога, пускай у тебя все проблемы отпадут сразу, и даже прокляни Бога, и у тебя все сразу будет хорошо, из-за него же эти неприятности, вот теперь отвергай Бога, и все будет хорошо, но он говорит, нет, я лучше умру, а смерть не пришла, он просил смерть, смерть не пришла, но зато он держался за Бога, был верным до конца, и в конце, благодаря трудности, именно когда темнее всего, иногда именно тогда ярче всего сияет свет, в его темноте он увидел свет Бога живого, и он говорит, раньше я слышал только о тебе, но благодаря моим проблемам и моей трудностей, я увидел тебя, пусть эти давления содействуют на то, чтобы твои глаза открылись, пусть всякие твои неприятности содействуют таким благам, чтобы ты приблизился к Богу, пусть эти твои давления доведут тебя до такое состояние, когда ты сможешь сказать, как Иов сказал, что только о тебе знал что-то раньше, но теперь Господи, спасибо, что я страдал, где моя книга вообще, кто-то принеси, у меня целая книга написана об этом, спасибо, что я страдал, слава Богу, как там написано, слава Богу, я страдал, слава Богу, я страдал, я целую книгу написал об этом, слава Богу, я страдал, слава Богу, я страдал, я вы знаете, когда человек уже в состоянии сказать, слава Богу, я страдал, это самая большая победа, которую может быть, и моя молитва для вас сегодня, чтобы вы конце вашей истории, конце вашего одиссея, чтобы вы могли сказать, что Бог, я ни за что не поменяю те проблемы, которые были, я ни за поменяю и я теперь наоборот буду танцевать, буду радоваться и буду то же сувать и буду благодарить Тебя, что я страдал, Господь. Слава Богу, я страдал, потому что это содействовало мне ко благу. Это содействовало мне ко благу. Вот эта книга. Слава Богу, я страдал. Слава Богу, я страдал. кому-то это сейчас пригодится очень сильно. Итак, благодаря трудностям, благодаря страданиям, Иова, представьте себе, он говорит, теперь мои глаза открылись. Пишите это себе. Господь, пусть эти проблемы, эти проблемы, эти неприятности садись к тому, чтобы мои глаза открылись. Чтобы мои глаза открылись больше к Богу. Чтобы я Бога больше познал. Чтобы я Бога по-другому познал. Чтобы я приблизился к Богу, чем когда-то. познал «Смех» познал «Смех» 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 познал «Смех» А зачем выключить что-то? Надо выключить. Раз, два. Может, вы слышали, я не знаю, но, как бы многие слышали, у меня украли машину, и мне приходится платить кредит. И, ну, на самом деле, знаете, 700 долларов в месяц выкидывать кредита, и это нелегко. И особенно мне, будучи женатом, когда ребенок, и когда нет этой машины, и ты смотришь, грубо говоря, прокуратура получила взятку, в 40 тысяч долларов выпустила бандита, который украл эту машину, я словил этого бандита. Никто ничего не хочет делать, ну, как бы в нашей стране правит свой закон, закон денег. Вот, и, ну, на самом деле, знаете, я ночами не спал. У меня настолько в голове просто, я сидел, у меня волосы пели. Потому что, когда есть давление, ты начинаешь думать много, ты начинаешь молиться много, ты начинаешь взывать Богу, чтобы Он давал какие-то новые идеи, ты начинаешь кричать. Потому что, когда давление, это то же самое, как апельсин. Кто когда видел апельсин, апельсин, помаранчевый, апельсин, вот, апельсин, когда ты начинаешь его придавлять, выдавить, что происходит с этим соком? Амидс, с апельсином. Происходит сок. Сок выходит. То есть, потенциал этого фрукта начинает высвобождаться. Давление, то же самое делаем для человека. Когда давление, если ты реагируешь правильно, оно толкает тебе к росту. А мне, которые из вас, вы переехали из других городов Украины, сюда живут в Киеве, да? И благодаря тому, что вам надо платить за квартиру, он один из них, он должен платить за квартиру в Киеве здесь, и теперь угнали его в автобус, он должен еще семьсот, и у него жена есть, ребенок есть. И что ты, к чему это привело? Ну, к чему это привело? Это привело к тому, что я начал заниматься бизнесом, я начал... А до того, сколько проповедей я не считал? До него не доходило, вообще никак. Нет, я жил на проценты, а тут, оказывается, надо еще работать. Ну, в этом-то и речь. Я был, знаете, ленивым. Вот, а сейчас я рано встаю, поздно ложусь, и я работаю, и мне приходится перекрывать этот кредит, и я даже заработаю уже больше. Раньше было это самое оправдание в том, что я же служитель, я молодежью пасу, пускай Бог сам и моя... Я же служитель, пускай автоматом само служение меня задерживает. Потому что когда уже дошло до кредита, который банк не ждет, банк не понимает, служитель или халдей, или кто-нибудь... И он уже все... Да, банку не интересно, что я служитель в церкви, они мне не верят. Зашевелился, да? Да, и вот благодаря этому, как бы, ну, как мозги совсем по-другому работают. И сейчас уже, когда приходит еще экономический кризис, когда приходит время, когда, например, там уже наши пятипроцентные договора переводят на трех процентов, и много другие моменты происходят, ты начинаешь еще больше шевелиться. Я уже сижу, думаю, как сделать мойку, как использовать родительский дом, как сделать то, как сделать это. Идеи приходят. И ты начинаешь искать. Поэтому кто-то скажет, слава Богу за моим давлением. Слава Богу за моим давлением. Если вы поймете, что это давление, благословение, так и будет вам для вас благословение. Но если вы говорите, не, я не могу это сказать, какая слава Богу? Так тебе и задавить. Где же был Бог? Не, надо спросить, где же был я? Бог всегда был на месте, дорогой. Он никуда вообще и не уходил. И вы знаете, я даже благодарен, что машину украли, потому что теперь, серьезно, я уже благодарен, потому что я увидел совсем другую жизнь. Я, оказывается, понял, что есть, ну, есть другая жизнь. Можно работать и служить, можно получать, можно не есть хлеб праздности. Потому что очень много, очень часто мы, как служителя, мы надеемся, что, ну, нас благословляют. Это хлеб праздности. Это лень. Это лень. Я даже вижу, я даже вижу, что моя супруга тоже взялась, мы вместе трудимся. У нас уже нет оправданий, нам нельзя оправдываться, банк не услышит наше оправдание. И у нас 28 тысяч долга, и нам нужно их вернуть. Причем, знаете, что самое интересное? Я заметил, что даже моя теща, которая жалуется там на болезни ног, моя мама, кто бы не жаловался на болезни, перестали жаловаться, потому что надо вернуть долг. Все исцелились. Все реально зашевелились. Бабушка 82 года приехала быть няней, нам помогать, чтобы мы работали. Слушайте, чудеса, наверное, уже. Все, спасибо большое. Значит, это под каким пунктом? Пункт такой. Давление... Нет роста без... Не слышу. Нет роста без... Не слышу. Нет роста без... Поэтому, мои давления, это возможность для... Не слышу. Мои давления, это возможность для... Мои давления, это возможность для... Иоу возрастал в его познании Бога, благодаря его давлению. Следующее. Давление неободимое, чтобы происходили настоящие ощущения и освящения. Нужны давления для настоящего. Я не говорю простого освящения и ощущения. Для настоящего освящения и ощущения. Когда тебе только так говорят, ну, хорошо, ла-лай, 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 давай, болтай, 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 болтай. Ты в одно ухо пускаешь информацию, и в другое ухо вылетает информация, потому что еще не прижмало. Еще не прижмало, еще не зажило, еще не давило до этого. Потому что, ну, мы можем, вы знаете, мы можем все выбирать. Принимать это исправление, не принимать замечание, когда все хорошо. Но когда давление, у тебя нет выбора. Потому что ты, когда все хорошо, ты думаешь, тебе осуществуют, тебя учат. Ты думаешь, это его мнение. Или это мое право. Приятное исправление или не принимать. Но когда это давление на тебе, где-то, куда-то, ты начинаешь видеть, какой ты не такой. Ты начинаешь видеть твои ошибки. Ты начинаешь видеть твое несовершенство. Ты начинаешь видеть твои промахи. Ты начинаешь видеть твои, ну, недостатки и твои слабости. Ты начинаешь признаваться в себе, что это оказывается, это я не гадаю. Это я не гадаю, не гадаю такое, это не все виноваты. Но пока все хорошо, никогда не давление, что мы думаем. Это все виноваты, кроме меня. Все виноваты, кроме себя. Это муж виноват, это жена виновата, это мой советник виноват, это партнер виноват. Но как только, что ты попал в жару, жар и огонь все обнаруживает. Кто понимает, о чем я говорю? Давление способствует и приводит к ощущению и освящению настоящему. Кто из вас много раз, и я тоже, кто из нас часто говорил себе, все хорошо, я изменился, я покаялся, я больше не буду. И как только, что эти слова вышли в свой уст, ты уже забил, что ты это вообще сказал. Потому что нет давки, ничего тебя не вынуждает этого исполнять. Но когда уже все у разбитых тараки, тогда уже видишь, что некуда деваться. Кто мне докажет это, что давление приводит к настоящему. Не фальшивыми, не словесные, не устные освящения и ощущения. Это вы, кто скажет? Вы скажете. Вот, докажите мне. Я прошла в церковь, у меня дочка была 8 лет в зависимости. Я прошла убита, я уже хотела умереть, я не хотела жить. Сын мой, я ему оставила трехкомнатную квартиру, он ее потерял. Вообще потерял. Значит, потом у меня умирает муж. Остался долг. Вы все куда освящили, освящили? Ну, я все время молилась и шла, ну, как верила, что Бог мне поможет. Да, да, через мою дочь я прошла к Богу. И сейчас моя семья вся спасена. Все мои, ну, дети служат. Какие ощущения какие-то? Ну, я прошла через эти трудности. Мои дети служат Богу сегодня. Бог возвращает все, что было потеряно. То есть, благодаря этим ситуациям вы пришли к Богу, освящение, ощущение пришло не только в ее жизни, во все ситуации жизни. Почему все-таки, не примером, сейчас я хочу, чтобы вы ответили. Почему все равно давление производит ощущение и освящение? Вот почему давление приводит, производит ощущение. Думайте. Посмотрим, кто из вас философ. Почему? Вот мы говорили за... За... За апельсин, да? Да, встаньте на ноги. Почему вот ощущение происходит? Потому что, когда есть давление, начинает вылазить из тебя все, что у тебя было спрятано. Может быть, чего-то ты не видел, не замечал и думал, все класс, все хорошо. А когда давление, оно начинает наружу лезть, ты начинаешь это реально видеть. И начинаешь видеть эти проблемы и понимаешь, чем тебе надо бороться. И начинаешь уже тогда конкретно эти проблемы искоренять. И происходит реальное, настоящее очищение и освобождение. И действительно, это все так, как есть. Потому что возникает жажда по Богу. Когда давление... То есть, ты понимаешь, что ты нуждаешься в нем. Очень, очень сильно. А я знаю других, которые давление, наоборот, они ходили в церковь, когда все хорошо. Как только, что давление, наоборот, оно ушло от Бога. Но всегда выбор есть. Либо ты источник, ну, цепляешься за Бога и веришь, либо отступаешь. Это так же, как в спорте, например. Человек берет штангу и тяжело ее поднимать. Но человек, ну, решает поднимать, трудиться и становится сильнее через это. А может отбросить и остаться, ну, хилым опять. Ну, как бы... Спасибо. Почему вот давление все равно производит ощущение и освящение? Ну, даже с психологической точки зрения, человек выходит из зоны комфорта. И когда человек выходит из зоны комфорта, он начинает расти. И еще, лично на своем примере, когда приходит давление, ты понимаешь свою полную беспомощность. Ты понимаешь, что ты без Бога не можешь ничего. И уходит всякая гордость. Все-все уходит. И ты понимаешь, что ты без помощи без Бога. Когда давление легче смирится. Когда давление легче смирится. Когда давление, ты начнешь понимать, что я не надо выключить. Я не то. Когда давление, ты приземляешься и можешь таким образом сокрушаться. И говоришь, Господь, измени меня. Что такое освящение и ощущение? Это процесс изменения. Я думаю, потому что в Библии написано, что Бог любит сокрушенное сердце. И вот мы говорим об освящении и освящении. И противобес это дела плоти. Плоти это грехи, которые тоже с легкостью не хотят сдавать позиции. Поэтому это то же самое, когда мы делаем уборку или мы делаем, что мы делаем, когда очищаем организм, клизму. Это то же самое. Определенное давление помогает с этой шляпой. О, такое приклизмы, конечно. И без шляпки просто выходят. Потому что наша плоть, мы привыкли, нам проще. Мы понимаем, что мы не совершенны. Шляпки такие. Мы хотим служить Богу. Мы хотим служить Богу, но почему-то тяжело. Почему-то ему так не дается. А когда есть давление, это как Бог любит сокрушенное сердце. Это условие для нормального очищения и освящения. Окей. Тогда спасибо, принцесса. Тогда вот такое утверждение. Посмотрим, кто из вас умный скажет. На самом деле давление тоже полезно нам. И мы благословены в том, что давление могут служить нашей подготовкой к тому, к чему мы призваны изначально. Когда на тебе давление, ты начинаешь в старые степени селить. И в старые степени человеческие, эгоистичные цели твои, которые ты понарасставлял в себе по жизни, да? Когда такие давления и проблемы тебе уже не до себя. И тебе хочется уже главное, за главное в жизнь зацепиться. Вот кто мне может сегодня сказать, почему давление все-таки почему давление могут помочь нам, содействовать нам в том, чтобы мы исполнили то, к чему мы вообще были ну, наше настоящее призвание. И то, к чему мы главное в жизни. Кто скажет? Да. Я думаю, просто у каждого человека, который пытается идти вот своими эгоистическими путями, есть мера силы, которую он может понести какое-то время. И когда приходит какое-то давление, условие, которое, ну, человек понимает, что все, моя сила закончилась полностью, приходится капитулировать и уже потом делать то, к чему призывает Бог. Потому что чаще всего наши желания, какие-то амбиции, они ну, чаще всего настолько велики, что человек сам не справляется. Он кажется, у меня получится, я потяну. И он думает, что он нормальный. Да, и думает, что нормально. И пришел, он пытался, делал, на одном этапе получалось, на втором этапе получилось, а потом, когда пришел себе, бросил вызов, а помощи нету, внутренней силы нету, настоящего стержня, опорный нету, все, и человеку приходится сдаваться, и тогда уже идти туда, куда его направляют, или куда есть призвание, предназначение. Точно как же Иона. Да. Как Иона. То есть, если бы не было бы Кита, да? Не просто Кита. Если бы не было бы Кита, Иона бы не дошел до сели. Не, просто не то, что Кита, а все же началось не с Кита, все же началась шторма. Когда он до него уже дошло, и потом говорит, а что теперь с тобой делать? Ну, говорит, а теперь уже делать нечего, только если хотите, чтобы было вам хорошо, бросайте мы на короче в море. Вот и все. Он понял, что он уже полностью все, его силы истякли, и вариантов больше не существует. Да, пожалуйста. По поводу того, почему давление, как можно использовать давление, чтобы призвание исполнить. Я помню, когда Питер Дэниелс приезжал, он рассказывал за Винстона Черчилля, что его, ну, как бы любимый герой, это Винстон Черчилль, который, когда была война, и когда вообще был ужас, ну, полный ужас, он сказал, мы будем драться на пляжах, мы будем драться, не знаю, в домах, мы будем драться, не знаю, на лугах, где угодно, до последней крапли крови. Но мы этим, короче, фашистам там, ну, порвем, короче. И вот поэтому, вот какой подход у человека, да, какая хватка. А он же в Индии воевал. Он там в Индии, там, ну, тоже через такие испытания проходил, реально со смертью, лицом к лицу. И поэтому, когда мы, вот по сути, говорим о том, что нужно землю возрождать какую-то, какая бы она ни была, будь то люди, будь то, ну, какая-то страна, будь то какой-то город, или, ну, какая бы ни была сфера, если там все хорошо, то зачем ты там нужен? Все герои, да, все медали, даются за то, что человек с нуля с чего-то плохого поднял, на что-то хорошее. Поэтому, если сейчас будет, ну, в чем-то плохо, будет давить, будет, ну, ну, какие-то проблемы, то потом ты туда пойдешь, и потом, как Винстон Черчилль, ты эту страну, или будь что, ты вытянешь. И через любую войну, через любые препятствия, ты уже сам сильный, ты их сильными сделаешь. Молодец, просто микрофон, где-то. Знаете, я вам скажу, что давление в моей жизни привели к тому, что я, во-первых, остановился, и суета, в один момент, когда давление достигло пика, я понял, что суета, ну, ушла, и я начал просто, ну, все, все мои цели, которые, вот вы говорили, я ставил, они стали второстепенными мгновенно, потому что все, дальше терпеть больше я не мог, и ждать я не мог, это был предел. И я начал взывать, ну, к источнику, я начал искать самого основного, у автора жизни, спросить, кто я, что же тогда? И Бог, ну, действительно, я получил возможность искать его призвание, я услышал его. Молодец, я понял. Все, следующее утверждение, кто-то может это тоже подтвердить, я скажу следующее, потому что время уже, следующее утверждение, давление, давление тоже могут помочь нам в том, что, вы уверены, что это мой микрофон, пронсесса? Не поменяли? Операторы, это мой микрофон, что-то поменялось, что-то. А? Испытание и давление также могут работать в нашу пользу, тем, что оно вырабатывает у нас порой опыт. Опыт, как не нужно больше делать, опыт, в чем нельзя больше, как нельзя больше поступать или вступать, и опыт, то, чего, но нельзя делать. Или как, наоборот, теперь правильно делать. То есть, иногда испытание и давление, они дают нам жизненные опыты, потому что, когда нас уши от опыта, чужих людей, иногда до нас не доходит. Но когда испытание, проблемы, давление, оно дает нам собственные опыты, то это подтвердит, кто может это утверждение. Добрый вечер. Я приехала из города Ковель, из Волынской области. Если честно, то специально к вам сюда на служение, к сестре Оксане, к пастырю Вагну. У меня были проблемы, мой муж играл на игровых автоматах в течение трех с половиной лет. Он проиграл больше 20 тысяч долларов. У меня сейчас два маленьких ребенка, но мальчика. Но он играл, когда еще первый только был сын. Но проблемы у нас были в семье. Я когда к вам три года тому назад приезжала на конференцию, через... Суть, суть, он быстро. Суть рассказываю. Почему вот это опыт? Рассказываю. Я не знала, что делать, я просто молилась. Молилась, молилась за моего мужа. Когда я хожу по городу Ковелю, я вижу, как игровые автоматы у вас в Киеве, да, они открываются каждый раз. Но все больше и больше и больше. И люди просто там пропадают. Но побыстрее. Опыт какой? Опыт тот, что я сейчас начала молиться за этих людей, которые играют на игровых автоматах. Понимаете? Но я раньше за них никогда не молилась. И в моем подъезде есть человек, который три года он тоже играет на игровых автоматах. это привело вас к тому, что надо таких людей молиться. Получается? Хорошо, я понял. Спасибо. К сожалению, человек устроен так, что только ценит уроки, которые достаются ему тяжело, за которые он платит На собственном опыте, да? Да. И мы почему-то не можем учиться на чужих ошибках. И поэтому то, что мы проходим в испытаниях давления, как раз и надолго нам запоминается. И это становится уже частью нас. Да. То, что мы сами проходим через опыт и давление, оно запоминается мгновенно. Боль чаще всего запоминается надолго. Боль чаще всего. Опыт всегда приходит с болью. То есть просто так трудности не проходят. Опыт чаще всего приходит с болью. И боль чаще всего запоминается надолго. Ой, кто любит боль? Ну, тяжеловато. А как называется, что это? Боль тоже играет на нашу позу. Класс. Даша. Я хочу засвидетельствовать. Вы знаете, иногда даже надо любить боль и давление. Почему? Потому что они приводят в состояние боевой готовности. И то есть нужно учиться проходить через сражение. Только тогда можно стать победителем. И я просто, когда ты проходишь это, и уже давление проходит, ты все равно еще какой-то период остаешься в боевой готовности. И когда нету давления, то я уже начинаю задумываться, что это проблема. Что это уже проблема, что я уже значит, что-то не то делаю. Раз в моей жизни нет давлений, значит, я туда уже куда-то не туда качусь. Поэтому... Теперь такое утверждение. Есть благословение в давлениях и проблемах, потому что давление могут привести к прорыву. Давление могут привести к прорыву. Когда давит, 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 иногда уже некуда унижаться больше. Уже до нуля доходишь, так что единственное, что может только прорваться. Иногда именно давление нужно тебе, чтобы получить тот прорыв, о котором ты мечтаешь. То это докажет нас. Давайте. Как давление приводит к прорыву? Я в двух словах. Когда я осталась грудным ребенком на руках и с тысяч, с шести тысяч долларов долгами, то есть я снимала квартир. Денег не было вообще. Плюс банкротство в бизнесе полное. И если бы эта ситуация вот с разводом с мужем не произошла, ну я бы наверное так и дальше сидела. Ага, боюсь. То есть я сидела до того и можно было даже и продолжать я поняла, что я буду жить дальше. Я начала слушать проповеди пастора Сундея. Я в течение года отдала долг шесть тысяч долларов, потому что не могла отдать пять лет. То есть из банкротства я перешла как бы моя одна точка развилась в три и развивается дальше. То есть за счет вот этих препятствий, лишений, хотя жить не хотела, чуть накладывала на себя руки будущим верующим меня спасал только Господин и ребенок. давление оно дает положительный результат. Где ваш прорыв? Прорыв в том, что во-первых у меня был очень сильный долг и отдала долг во-вторых банкротство в бизнесе. Пошла работать? Ну я и работала но просто я сама у себя работала реализатором получала зарплату то есть она заработанные деньги отдавала долги кредит то есть прорыв в том плане что с помощью этой ситуации я пошла в послушание и выиграла в том что я победила молодец то есть это то же самое что давление иногда должно предшествовать прорыву давление предшествует победе проблемы предшествует сражение предшествует победе если не будет сражения то и не будет побед не будет побед добавлю то есть когда проиграв проблему или проиграв какую-то битву то есть в жизни то есть всегда найдется способ или новая идея чтобы ее решить спасибо да и следующий пункт давление иногда хорошо для нас потому что давление как наш брат который в газ только там выступал давление порой на самом деле приближает нас сбоку тогда тяжело тогда мужики обычно перекрестиваются перекрестиваются обычно если гром не гранит мужики до этого вообще не не додумываются и мужики начинали молиться когда уже такой гром а когда все хорошо зачем перекреститься если такие люди которые не пришли бог или вообще не перекрестились если бы не проблем я просто хочу засвидеть как в моей жизни бог вывел меня на новый уровень когда у меня были проблемы в моей компании когда разорили меня мои сотрудники во всех финансовых сферах просто пришло крушение и бог тогда сказал взыщи меня и возрадуйся и воздай мне хвалу что бы ни произошло ищи меня вот то что вы говорили пастор что и и ово вот это да местописание бог мне тоже показал и в таких ситуациях просто я уже была ну не знала что делать я говорю господь ну забери уже меня к себе я уже не хочу жить и бог сказал да теперь умри для себя и живи для меня то есть эти ситуации приближают к богу чтобы познать его взыскать его воли и полностью умереть для себя и жить для его славы проставлять его искать его чтобы он проставлялся через нашу жизнь спасибо я свидетельствую что без давления я бы не пришел к богу то есть ну я бы не попал к богу это были давления и благодаря этим давлениям я потом ходил друзьям рассказывал что слава богу что меня кину что я страдал 15 тысяч 6 лет назад слава богу что мне негде было жить они говорят ты ненормальный то есть мир не понимает но то что я приобрел слава богу так последний человек здесь возле пункта там кто-то понимает ну я хочу сказать что без боли не будет славы то есть не будет славы божьей в твоей жизни без боли потрясающе когда ты не ощутишь честноту когда не ощутишь ну как бы те болезненные все стороны своего характера своей сущности так просто богу сложно прославиться в твоей жизни вау молодец без боли мы будем славить бога давай сюда я считаю я считаю в моей жизни пастор вот этот пункт он подводит все предыдущие пункты потому что это давление в свое время как бы я был хороший да ничем я не страдал независимости не было но когда пришла беда к сынам мы начали искать во первых это было то что мы начали искать как выйти с положения мы прошли колдунов экстрасенс я думаю это в жизни любого человека многих было здесь и мы не нашли и только тогда однажды когда мы ну уже ничего не было жена плакала и тогда просто как голос сказал включи телевизор на телевизоре на экране были вы проповедовали и под низом было титры если у вас проблема позвоните этот пункт был то что мы начали ну пришли в церковь ничего не понимая хотя ну как говорим мы уже кришнаитов были везде мы все ходили давление в заток никуда хочешь спасибо дорогой спасибо через это через это спаслись мы и везем спасибо последний пункт ребята я вам скажу это правда иногда Бог допускает это давление как доверие нам иногда просто Бог смог тебе доверить эти проблемы кому-то другом он бы не доверял этой ситуации а тебе он мог благодарю Бога за это значит ты можешь выйти написано что нет ситуации или испытания которые больше нас он дает силу во все испытания чтобы мы могли как там написано еще и благодарить Бога то есть все ситуации садят свое благо итак итак 10 стих Иов 42 10 твои руки богу как знак дальше что мы сдаемся Господь я сдаю тебя Господь я сдаю тебя Господь и будет со мной то же самое Господь возвратит все потери Бог возвратит все потери Бог возвратит все твои потери десять раз два раза пять раз десятикратно тридцатикратно стократно 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 именем Иисуса Христа Господь мы принимаем это слово тебе Господь что ты возвратишь все проблемы все ответы все украденное все потеряное все что дьявол пытался уничтожить украсть у нас Господь ты в этом давлении Господь делай так чтобы все содействовало к благу и чтобы мы могли иметь свидетельство Иова и чтобы мы все могли свидетельствовать что все вернулось то что дьявол пытался украсть от нас именем Иисуса и возвратил Господь потерю Иова Господь возвратит твою потерю во имя Иисуса когда он помолился за друзей своих именем Иисуса Христа и дал Господь Иову двое больше того что он прежде имел Господь мы принимаем это у тебя что ты даст нам намного больше чем мы прежде имели больше чем мы прежде имели лучше чем мы прежде имели именем Иисуса именем Иисуса ты возвратишь все больше двое и два раза больше чем все что мы раньше имели Господь тебе слава и хвала и весь народ Божий скажет Аминь 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 Дайте Богу славу Дам Продолжение следует...